Вот такая обтекаемая формулировка темы позволяет ряд очень разных вопросов, но, на мой взгляд, очень важных поднять. И хотелось бы начать с одного случая. Не так важно, сколько этой пациентке лет. У нее рак молочной железы. Я думаю, что даже те, кто не являются патологами, могут... Почему-то указка не работает. В общем, образование имеет гетерогенную морфологическую структуру. Вы можете посмотреть, что опухолевые клетки формируют разные по своей форме структуры. Есть какие-то маленькие группы, есть какие-то трубочки, есть железистоподобные образования. Не хочет. Ага. Карма. Спасибо. Да. Ну вот здесь мы видим такой более инфильтративный рост, диффузный. А здесь такие железистые структуры, которые напоминают протоки. То есть мы имеем случай морфологической гетерогенности. Если мы его покрасим, скажем, на HER2, то окажется, что разные морфологические структуры имеют еще и разную HER2 экспрессию. Ага. Окей. Вот этот участок с диффузным ростом у нас вообще отрицательный. Вот эти участки вроде как интенсивно экспрессируют. И здесь есть участок, который слабо положительный. И здесь неизбежно встает вопрос, как интерпретировать реакцию и какими мы пользуемся рекомендациями на сегодняшний день. Но что интересно в этом случае, то, скажем, вот метастаз этой же карциномы молочной железы в лимфатический узел. И он тоже очень гетерогенного строения. Вот здесь есть крупные железистые структуры и большие солидные участки, которые неотличимы по клеточному составу практически от малых лимфоцитов. Вот это вот рак у нас, а вот это малые лимфоциты. То есть здесь опухоль тоже гетерогенна и морфологические, и иммуногистохимические. Очень разное окрашивание на HER2. В таких ситуациях мы зачастую сталкиваемся с так называемой неопределенной экспрессией. Нам приходится выполнять дополнительный тест. Это флюоресцентная инситу гибридизация с HER2. И вот это все тот же объект, тот же препарат. Есть участки опухоли, которые имеют амплификацию. Вы видите множество красных сигналов. И есть такие же участки этой же опухоли, морфологически сходной, которые не имеют амплификации. И здесь опять же мы сталкиваемся с тем, в каком участке мы считаем, какой участок является репрезентативным. Потому что если мы возьмем общепринятые рекомендации, то мы должны спорадически, рандомно оценить 20 клеток. И справа, и слева есть 20 клеток. То есть если мы сосредоточимся преимуществом в одной зоне, у нас будет один статус. Если мы сосредоточимся в другой зоне, у нас будет другой статус. Поэтому у меня, внимание, вопрос к вам. Необходима ли вам клиницистам информация о гетерогенности опухоли при раке молочной железы? И насколько она важна в принятии вашего решения тактического? Да, она вам необходима, и, возможно, индивидуализация подхода при наличии подобной информации. Да, но это никак не повлияет на вашу тактику. Информация, которую дает патолог в данном случае, больше прогностическая. Нет, это все равно ни на что не повлияет. И вы просто не знаете, что делать с такой информацией, если она у вас есть. Ну, если честно, мне кажется, это очень здорово, что эта информация может быть на сегодняшний день учтена при принятии клинического решения, потому что, скажем, та ситуация, которую я вам показала до этого, она может быть не столько категорична, и там есть определенный переход и плавность. Мы видим, что это не две совершенно разные по биологии популяции клеток, как, скажем, вот в этом случае. Когда мы видим морфологически более мономорфную опухоль, вот это карцинома инситу, это нас не интересует, но вот эти вот все участки инвазивного рака, которые выглядят вроде бы одинаково, но при окраске ХЕР-2 красится совершенно по-разному. То есть есть участок, который абсолютно негативен, и есть участок, который экспрессирует на три креста. Как репортировать в такой ситуации? Те рекомендации, которыми мы пользуемся на сегодняшний день, говорят нам, что если есть 10% и больше интенсивно-циркулярно-мембранно-окрашенных опухолевых клеток, мы должны расценить этот случай как позитивный. Что делать в ситуации, когда у нас около 10%? Каким образом нужно осуществлять подсчет? Использовать ли какие-то дополнительные методы объективизации доли позитивных клеток? Будет ли это влиять на заключение или нет? Вот такие ситуации, в общем, на мой взгляд, очень важны, потому что они говорят о том, что опухоль действительно очень гетерогенна с точки зрения биологии. И если вы сосредоточитесь на выборе терапии, исходя из того, что она, скажем, HER2 положительна, то вы можете упустить вот этот второй компонент, который может составлять большую часть опухоли. И он является HER2 негативным. Поэтому эта схема, которую нам предлагает колледж американских потолков, и она на сегодняшний день является общепринятой для оценки экспрессии HER2, говорит о том, что она не универсальна, что у нее есть определенные ограничения, что есть ряд ситуаций, которые не могут уложиться в эту схему, и тогда мы должны их рассматривать как неопределенные экспрессии и выполнять какие-то дополнительные методы, в том числе флуоресцентную инситу гибридизацию. Но я вам показала, что, опять же, заключение будет зависеть от того, в каком участке производилась оценка. И не всегда это просто, и это один из источников межисследовательской невоспроизводимости и разных результатов в определении HER2 статуса в разных лабораториях. Поэтому не стоит недооценивать гетерогенность рака молочной железы. И это очень радует, что вы можете эту информацию имплементировать в клинику. Второй случай, который тоже, на мой взгляд, позволяет продемонстрировать очень важный с точки зрения клиники вопрос. Это случай женщины 52 лет. У нее, по данным лучевых методов исследования, узловое образование в центральных отделах молочной железы, которое классифицируется однозначно как злокачественное. Байрат-6, и по данным маммографии, по данным УЗИ, и кроме того, по данным маммолимфосцентографии, выражена гиперфиксация радиофармпрепарата в этом образовании. Безусловно, такое образование было подвергнуто трепанбиопсии. И мы видим нечто весьма напоминающее злокачественную опухоль, потому что это разного размера трубочки. Само образование имеет высокую очень клеточную плотность, какую-то определенную гетерогенность. Но если мы посмотрим чуть-чуть ближе, то мы видим, что здесь есть помимо эпителиальных структур, которые формируют трубочки разного размера, с разного размера просветом, имеется еще пролиферация вот таких вот веретиновидных клеток, что, безусловно, должно обращать на себя внимание, не должно игнорироваться. Потому что есть целый ряд процессов, которые являются миоэпителиальными, и либо эпителиально-миоэпителиальными, могут симулировать карциномы, в том числе давать характерные для них лучевые признаки. И в такой ситуации, конечно, мы должны выполнить ряд дополнительных иммуногистохимических тестов для того, чтобы подтвердить или опровергнуть, что вот эти вот веретиновидные клетки являются миоэпителиальными, посмотреть, каково взаимоотношение между люминальными клетками, которые выстилают трубочки, и вот этими миоэпителиальными сохранены они или нет, потому что это основной признак, который позволяет нам отличить инвазивное образование от неинвазивного, либо какого-то другого пролиферативного реактивного процесса. Ну вот если вы посмотрите здесь, то есть однозначно места, где нету коричневого. То есть коричневый – это цитокератин 5-6, высокого молекулярного веса, базальный цитокератин, красит миоэпителиальные клетки. Ну вот у нас есть группы трубочек, которые не окружены слоем миоэпителия. Что это? Это все-таки карцинома в каком-то участке склерозирующего аденоза, какое-то комплексное образование. Хотя при этом цитологической АТП нет. Вот есть участки на более крупном увеличении, есть голые трубочки, так называемые, что очень подозрительно. Поэтому это одно из правил, которые патологи должны по-хорошему соблюдать. Миоэпителиальные маркеры имеют разную чувствительность, разную специфичность. Вот другой миоэпителиальный маркер. Второй – это гладкомышечный миозин. Его тяжелая цепь. И вы видите, как хорошо он оконтуривает все эти железы. В том числе в участках, где преобладает вертиновидный компонент, где они рассыпаются. Мы видим, что каждая железа окружена слоем миоэпителия. Для этого мы должны всегда использовать не меньше двух миоэпителиальных маркеров. Потому что не всегда пациенты тоже осознают, зачем мы делаем больше реакций, чем иногда казалось бы нужно. Но здесь есть объективные причины. Это необходимо для того, чтобы поставить диагноз. То есть это доброкачественное образование. Это аденомиоэпителиома. Это опхоль молочной железы по типу опхоли, которые могут развиваться в слюных железах. Она, если она развивается в слюных железах, ведет себя гораздо более агрессивно, чем если развивается в молочной железе. И третий случай, который тоже сейчас очень актуален, потому что иммунотерапия активно является сейчас частью нашей жизни. И в том числе сейчас широко используется, все шире используется при раке молочной железы. Это случай трижды негативного рака молочной железы, который, в общем, имеет характерные морфологические особенности. Это высокий ядерный грейд, высокая цитологическая атипия, пальморфизм, плохо сформированные трубочки. И здесь вы видите очень выраженный лимфоидный инфильтрат стромы. Так что если ты не знаешь, что это первичное образование молочной железы, можно подумать, что это метастазовый лимфатический узел. И здесь у нас представлена экспрессия PDL1, которая для трижды негативного рака молочной железы действительно должна оцениваться в иммунных клетках. Это опухоли ассоциированные иммунные клетки, поэтому метастазовые лимфоузлы являются более сложными для интерпретации. Но вопрос к вам. Какой тест необходимо использовать для определения PDL1-экспрессии, чтобы наиболее эффективно выделить ту группу пациентов, которые могут получить наилучшую пользу, большую пользу от терапии от эзолизумабом при трижды негативном раке молочной железы? Это SP-142 клон на платформе Vintana, SP-263 клон на платформе Vintana, это клон 22C3 на платформе DACL, и все эти клоны одинаково хороши. Я смотрю, у нас исключительно подготовлена аудитория, потому что, если честно, я не рассчитывала на такое единообразие, но мне кажется, нужно перемешивать ответы. Может быть, мы сами их натренировали. Действительно, SP-142 является наиболее эффективным преддиктором ответа на терапию этим препаратам. Это, в общем, не просто связано с тем, что именно этот клон был использован для определения таргетной популяции. А вот, скажем, в исследовании Impression все в том же было произведено сравнительный подгрупповой анализ пациентов, которые отнесены в группу PDL1-позитивных по данным разных тестов. И оказалось, что вот есть группа пациентов, которые дают SP-142, CD22, CD3, и те, которые дают только CD22, CD3. И разница выживаемости есть только у тех, кто является дабл-позитивными. Да, и на сегодняшний день можно сделать вывод о том, что именно группа пациентов, которые имеют позитивный статус по данным исследования с SP-142, это та когорта, которая определяет преимущества у пациентов в этой группе. То же самое было сравнено и с клоном 263 на той же платформе, что SP-142. Это, в общем, довольно закономерные результаты, если знать, что SP-263 по своим аналитическим характеристикам очень близок к 22C3. А клон 22C3 был специально разработан для выявления большей степени эпитопа на опухолевых клетках. В то время как SP-142 разрабатывался именно для выявления иммунных клеток, и он имеет большую чувствительность именно к этому компартменту. Поэтому тест имеет значение, и клон имеет значение, а об этом тоже нужно помнить. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok